здравствуйте дорогие рукодельницы сейчас начинаем делать куколку маленькую из трикотажа которую мы сделали с кусочка трикотажа вот и мы теперь ее вот оденем вот такую одежду которая сделана из одного куска и с нее выходит украшение на прическу и в общем виде вот такой вот получается с украшением бит сзади и спереди чтобы было видно здесь хвостик и здесь мы рассмотрим как можно как мы сделали прическу для этой куколки как сделали юбочку и все это оформили и мы начинаем ее сейчас делать так делаем прическу значит я вот показываю нитки к с которых мы будем делать потому что иногда задают вопросы все-таки непонятно вот это такая нитка как раньше было по 5 рублей а потом а сейчас она продается в матках вот эта тонкая нитка то есть вот эта нитка я с подбираю цвета и делаю вот такие вот прически то есть данном случае это нитка у меня которая есть вернее уже сделанная для прически подобранные нитки они состоят из разных расцветок поэтому волосы мне кажется иногда выигрывают от того что здесь вот где-то три цвета и они как-то меня меняются ну допустим вот этот цвет уже с одного цвета эти нитки это пряжа здесь вот с нескольких ну это я в принципе я говорю какие возможности а вы уже будете смотреть как уже в принципе у каждого на она сложилась своя свой опыт работы значит ну и вот так плюс минус и где-то 35 36 сантиметров длина этой пряди мы ее тут перехватываем посредине в данном случае не а я и и расчешу она расчесывается хорошо вот а если здесь вместе перевязки еще так немножко пройти с клеем то она будет отлично расчесываться и и можно завязывать и косички и все я просто сейчас здесь не перехватывала то может ниточка выйти а так принципе пожалуйста она очень хорошо расчесывается и если ее вот расчесывать такой вот расческой она как-то так распушивается и приобретает такой вот все равно даже если здесь есть акрил а у меня здесь есть и акрил и и шерсть а она вот при чесании такой расческой все-таки приобретает какой-то натуральный вид я вот не знаю видно какие-то вот такие пуши путь как бы пушистая становится то есть более как бы на волосы похоже это как бы отступление вот от того что мы будем делать я ее расчешу и она вот так уж будем сейчас работать поэтому придется еще ее по-разному улаживать и так вот я беру вот ну сейчас я все-таки хочу здесь у меня кусочек связанный маленький кусочек этих как бы пряжи этой я ее подложу сюда чуть дальше от середины и вот и идет здесь подошли ну так как мы договаривались мы можем подшить я можем можем пришивать мы можем приклеивать можно приклеивать то есть я сейчас моем случае вот пришлю потом вот именно на том месте где есть узелок это потому что было за что держаться вот а в принципе можно пришивать можно приклеивать вот и волосы эти из пряжи будут хорошо держаться ну вот так я дошью и беру вот этот эти волосы уже сделаны в том на форме в которой мне хотелось бы и вот и добавляю сюда наверх добавляю сюда наверх закрываю это место где значит собрана головка посредине и вместе где а пили перетянута перетянута я подошли то есть я столько буду здесь подшивать в том месте где здесь перетянута вот и дело в том что если кто-то хочет чтоб держалась лучше можно просто будет потом клеем подмазать так ну и теперь и я аккуратненько я уже расчесал а если где нужно мы еще дать чешим вот я расчесал ее уже волосы эти вокруг они получились пышные вот хорошо держатся вместе вот так я подложила там вы не немножко волос как мы видели чтобы было немножко повыше и ну и теперь здесь постараюсь захватить вот захвачу хвостик ну чтобы остался здесь объем значит можно а сейчас завязать завязываем и смотрим выше ниже чтоб здесь было аккуратно на голове а ну плюс-минус допустим нормально значит я могу теперь еще немножко пройтись и и вот так вот я смотрю какую я хочу здесь прическу повыше повыше и пониже вот так наверное нормально и вот так чтобы был объемчик то есть она аккуратно сложена ну и теперь уже как бы можно вот и завязать по ту же потому что я уже не буду распускать ну вот вот я могу это уже хорошо завязать этот хвостик ну и здесь не буду я подрезать так обрезаю вот это может обрезать совсем ровненько ровненько ну то есть как бы это уже индивидуально так и у нас вот эта часть прически закончилась так значит еще берем связываем прядь прядь вот такую пряжи которая будет нам служить как волосы для куклы и я сейчас приложу сантиметр уже 22-23 сантиметра в общем вот значит я беру так я беру эту прядь это я чтобы ну вот сюда допустим я беру эту прядь так приложу сюда чтобы она у меня подержалась немножко так разъединяю эту вторую прядь почти напополам ну сейчас посмотрю сколько я хочу ну допустим можно еще немножко добавить ну почти вот так вот напополам получается разделена эта прядь вот так видно да и теперь из верхней части плетем косичку ну такую косичку конечно слегка не затягивая чтобы она была такая пышненькая все и здесь я все-таки ее завяжу потому что будет она у меня развязываться и лучше ее в конце здесь завязать если хочется чтоб была косичка значит мы ее завязываем ну это как раз тот момент что с этими волосами это как говорится не страшно можно развязывать и убрать косичку оставить как бы не заплетенной ну то есть менять прическу так теперь еще раз так немножко разравниваю здесь расчесываю вот вот и здесь тоже немножко расчешу вот такая у нас получилась конструкция так и теперь берем значит значит нашу пуклу я еще присматриваю берем нашу пуклу и налаживаем впереди и вот так вот таким образом это то что мы с вами сейчас сделали то есть вот так я немножко распределю вот так вот так она мне будет держать объем будет мне делать немножко повыше прическу я так хочу потому что в принципе потом можно просто ее рукой придавить уменьшить если хочется меньший объем и все дела как говорится ну и здесь вот так получается у нас вот прядь волос который закрывает здесь вот эту часть головы иск и косичка вот это то что вот так вот у нас сейчас есть вот такая прическа так значит теперь у нас следующий этап нашей прически это сплетенная косичка такая достаточно толстая в готовом виде она уже 24 где-то 25 сантиметров где-то 24 но в моем случае это плюс-минус вот и теперь эту косичку я вот прилаживаю сюда сейчас я ее закреплю немножко чтоб она у меня не сильно болталась мы посмотрим просто чтобы было удобней работать эта часть уходит сюда то что мы наложили это сюда обрамляет переднюю часть лица вот и я это эту косичку завожу сюда под хвостик ну вот так чтоб было видно вот вот завожу сюда под хвостик или сейчас ниткой с иголочкой ее здесь подошли ну подтяну потому что она получается вот так здесь эти сошьются здесь здесь связано здесь вид будет вот такой вот вместе как бы сложенные это косичка значит я сначала здесь с сошью эти два конца а потом пришью здесь косичку тоже то есть если я ее пришью все таки лучше она не будет там как бы потом с места на место как бы будет иметь определенное свое место и здесь вот так вот заводя в то место где у нас провязаны начинаем сшивать так то есть она у меня уже зафиксируется и останется можно пришить прямо к головке вот тогда она вообще не будет вообще не будет съезжать с этого места короче я сейчас закреплю и так ну и теперь значит я уже закрепила эту прическу здесь внизу хвостик хорошо вот так разложила вот и вот такая прическа получается здесь волосики свободные те что мы сложили они просто служат для объема вот вот и вот такая вот прическа у нас получается вы ее можете видеть вот мы ее уже и закончили вот с таким видом конечно еще добавим туда украшение но а саму прическу мы уже закончили так и для одежды я значит здесь взяла кружево оно у меня вот где-то 12 сантиметров ширина сейчас сложу вдвое и скажу какая у него длина то есть и длина 64 65 и 6 метр тридцать общая длина вот метр тридцать общая длина ну хочу сказать вот в данной в данном случае у меня зеленый цвет у меня конечно есть предпочитаемые цвета которые я больше люблю и сочетание которые которые я больше люблю но мне кажется нужно экспериментировать и употреблять разные ткани разные цвета ну тогда не будут скучные игрушки и не будут все куклы игрушки одинаковые то есть как бы конечно есть предпочтительные у меня цвета которые я бы делала но я думаю что это немножко скучно поэтому делаю с разных расцветок это у меня было белое кружево вот я его покрасила акриловыми красками в такой вот цвет яркий специально покрасила в такой яркий цвет хотя как бы есть у меня свои любимые цвета вот и если кто-то хочет не знает как покрасить акриловыми красками у меня есть там мастер-классы можете посмотреть значит я сложу теперь вдвое всю эту на всю эту длину сложу вдвое и сейчас вот по этому краешку сейчас соберу на нитку таким мелким шагом или не очень средним шагом все это соберу на ниточку с иголочкой так значит я сейчас приложу сантиметр к нашей куколке плюс-минус потому что будет у каждого своя разная дима и для того чтобы ориентироваться в пошиве ну это где-то сантиметров 15 там с прической ну я так думаю где-то сантиметров 15 вот у меня например туловище здесь это восемь с половиной сантиметров так значит у меня здесь вот кусочек трикотажа я его прошила посредине и сложила так чтобы эта часть была сзади она я ее переверну она будет сзади ну и здесь прошила немножко вот здесь два сантиметра где-то чуть больше два с половиной прошито для для ножек я это выверну то есть это уже будет у нас комбинезончик кофточка и и трусики вот и где-то так отступлю немножко пол сантиметра и я сейчас это соберу меленько на на ниточку вот так и оденем его на куколку так прошит у нас этот мешочек шоу у нас сзади и одеваем на куколку на куколку немножко загибаю вовнутрь затягиваю 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 и вот так у нас получился комбинезончик то есть уже трусики и кофточка готовы и я теперь только здесь закреплю ну сейчас закончу закреплять и продолжим так значит это кружево которое у нас было я его все собрала на ниточку с иголочкой вот и да как мы определимся по размеру сейчас сейчас я померяю и скажу по сантиметрам значит отмеряем ровно половину можно просто сложить вот напополам все собрано на одну нитку но можно сложить напополам вот здесь где-то 67 сантиметров можно напополам сложить и вот до сюда все на одной нитке ну я вот отметила половину здесь вот на этом месте и одеваем эту юпочку вот так так и одеваем юпочку на куколку здесь вот где середина я налаживаю нитку вот сейчас заколю чтобы мне просто наметить подтяну ниточку и и здесь я уже юмочку просто как бы соединил между собой аккуратненько просто в одном месте она достаточно широкая чтобы не раздваивалась и здесь на этом месте я ее вот соединю и завяжу здесь узелочек на изнаночку как это у нас получилось вот юбочка поднимаем поднимаем ручки так юбочка ну раз распрямить здесь распрямить здесь волны это мы уже распрямим здесь волны вот сейчас я поправлю прическу так значит юбочку юбочку значит мы одели вот так это здесь двойной а этот кусочек вот у нас остался такого же размера как юбочка я его весь собрала на ниточку вот вот и сейчас я эту ниточку затяну вот так и сделаю вот такое украшение на прическу ну и как бы и на всю куклу и на прическу то есть вот сюда под хвостик я заведу это кружево сюда и тут я вот сложила его вдвое чтобы было аккуратно сейчас немножко клеим маслом чтобы она не разъединилась вот так вот так вот так вот так вот обведу вокруг хвостика вокруг прически и здесь все это вместе затянул и подошли и так вот так получается такое обрамление я чуть-чуть я чуть-чуть оттянул посмотрю какой вид получается потом поправим волосики так так и соединю здесь эти две части вместе и подошли так еще раз подтянул и теперь уже можно соединить вот и обрезать так я теперь это поскольку тоже состоит это из двоих частей я сейчас вот так распределю чтобы был попышней это украшение у нас на прическе вот так распределю вот так и вот так у нас будет оформлена вот сзади прическа волосики можно расправить немножко вот так вот сбоку будет смотреться вот это так интересно оригинально вот такое вот украшение на прическе и в принципе на всей куколке здесь тоже я здесь так вот постараюсь приподнять верхнюю волну и и тогда юбочка будет намного пышней ну то есть хочу сказать я употребляю вот для кукол теперь разные цвета в одежде хотя у меня есть конечно цвета которые я предпочитаю какие которые есть без проигрышные но мне хочется все таки чтобы все цвета которые как бы есть и существует они хорошо смотрелись на куклах и можно было бы делать и одежду и чтобы это красиво смотрелось не только вот из тех которые например мне очень нравятся цвета но и вот такие вот яркие как у нас здесь сейчас вот есть так ну так куколку видней вот ручки я и согнула можно будет по-разному их выставлять вот так более интереснее чем просто в ровном виде и вот я сделала такой вот бантик это кусочек шелка и ленточкой вот обвязаны и я его здесь приклею как мы договаривались можно пришить можно приклеить я его вот приклею здесь впереди и оформлю таким образом вот переднюю часть куколки вот таким образом будет вот бантик очень симпатично и еще значит вот это место здесь где связано здесь волосики я тоже взяла такой маленький бантик из фетра вот вот и тоже его сюда будет приставлю и он закроет как раз это место на волосиках так ну тут все поправить аккуратненько сзади вот и немножко разъехалась наша прическа так и ну вот так вот видно больше лицо и такие есть у меня вот цветочки ну я их уже вот таком виде как они есть я их и приложу то есть они за счет того что они на проволочке они будут хорошо держаться и их не обязательно вот приклеивать вот так мы одели и такой вид имеет наша куколка из трикотажа то есть с кусочка трикотажа мы сделали куколку и вот ее вот так одели и на этом я заканчиваю этот мой новый проект ставьте лайки подписывайтесь на мой канал впереди много интересного пишите комментарии к видео и если есть какие то вопросы и пожелания до новых встреч и мой девиз изменим мир к лучшему и это это ок еще